В письме от неравнодушного гражданина говорилось о том, что в водохранную зону свозят строительный мусор и сбрасывают в овраг. Происходит это на лесной дороге со стороны Соснового Бора. Въехать туда можно от заправки газоил. В то время, когда самосвал сваливает мусора в реку, его, видимо, охраняют какие-то люди в сером Мерседесе с государственным номером К317ЕВ. Когда мы приехали на место, то действительно увидели и КАМАЗ, который разгружался, и серый Мерседес с указанным номером, который уехал сразу же за грузовиком. Открыв карту местности и определив местоположение нашей съемочной группы, мы поняли, что находимся не только на берегу реки, но и на территории парка культуры и отдыха Сосновый Бор, сразу за стадионом «Электрон». Судя по размерам этого отвала, грунт, строительный и бытовой мусор сюда свозится либо не один год, либо очень интенсивно. Можно предположить, что все это законно. Масштабы поражают, если б не одно «но». Прямо здесь протекает речка. Вторая ельцовка. И земля, и мусор сваливаются прямо в воду. А так быть не должно. Сотрудники одного из предприятий, расположенных неподалеку, рассказали нам, что иногда с самосвалом, который здесь вываливает мусор, приезжают какие-то другие контролеры на «Инфинити». Почему в парке культуры и отдыха, да еще в водоохранной зоне реки, кто-то устроил настоящую свалку, люди не знают. Но никому это не нравится. Правда, оперативно нам не удалось выяснить в районной администрации, каково их отношение к тому, что строительные бытовые отходы валят прямо во вторую ельцовку. И почему вообще это происходит. Но мы надеемся, что ответ на этот вопрос нам дадут в мэрии Новосибирска и в городской прокуратуре, куда мы обязательно отправим наш материал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!